Нихао, леди и джентльмены, интернет портал bestandroid.com.ua предлагает вашему вниманию видео обзор одного из бюджетных смартфонов от китайских производителей моделька называется N3 вот таким вот образом выглядит сам телефончик мы к нему вернемся попозже а сейчас посмотрим вот комплектацию фирменная коробка ну комплектация коробочка может меняться ну вот пока вот партия вот в фирменных таких коробочках поставляется открывается она вот таким вот образом кроме самого телефона вы найдете стандартные такие штуки как USB кабель самый обычный USB micro USB гарнитура стереогарнитурка, даже открывать не будем ее блок питания черного цвета сделанный под айфончик ну кстати неплохой такой и конечно же небольшая инструкция и вот такая вот интересная штучка дополнительная это вы найдете только наверное в этом телефоне сменные задние крышки задние панельки для любителей для девушек больше подойдут есть розовенькая и голубенькая у нас ну теперь перейдем к самому телефону это телефон на базе платформы Qualcomm здесь 1 герцовый процессор 256 оперативной памяти то есть достаточно неплохие характеристики стоимость этого телефона до 1000 гривен это уже с гарантией с полноценность полной комплектации что касательно внешнего вида за металлической решеткой здесь находится внутренний динамик фронтальная камера дисплей 3,5 дюйма примерно как на четвертом айфоне внизу три сенсорные кнопки андроидовские вот они нанесены очень хорошо видно даже в заавокированном состоянии левой части есть качелька регулировки громкости на нижней части нет никаких у нас кнопочек дырочек и так далее справа кнопка включения-выключения телефона его блокировки сверху выход 3,5 мм можете подключить сюда любые наушники и также здесь находится вот этот micro usb для подключения телефона к компьютеру и его зарядки также в верхней части вы найдете антенку это такая привычная достаточно штука то есть в этом телефоне есть tv-тюнер может принимать аналоговый сигнал вы можете смотреть телевизор задняя крышка выполнена с покрытием soft-touch то есть он такой прорезиненный интересный это что касается черного цвета а вот это розовый и голубой они более такие пластиковые глянцевые черный soft-touch покрытие есть у нас внизу надпись сами видите какая то есть китайцы не стесняются как бы сама вот эта вот крышечка она разделена на две части вот такая более рельефная и более гладкая ну и там и там опять же повторюсь soft-touch камера на 3 мегапикселя со светодиодной вспышкой здесь вот отверстие внешнего динамика куда музыка играет кстати играет он очень громко это его отличительная особенность так ну теперь разблокируем наш телефон кстати хочется вам показать как он включается отключим сейчас его как видно уже здесь android стоит 2.3 с оболочкой samsung quiz то есть полностью samsungовское программное обеспечение для тех кто у кого был samsung вот поехали это он выключился включается он примерно с такой же заставочкой но очень достаточно интересно смешно и вызывает хорошие эмоции этот телефончик кстати вот что касается эргономичности классно в руке сидит он такой пухленький не пухленький но очень удачно и в левой и в правой руке благодаря покрытию этому soft-touch а также обратите внимание по периметру телефона здесь полностью металлическая так вот полностью металлическая здесь ставочка у нас защищает телефон и так раз блокируем наш телефончик благодаря герцовому процессору очень быстренько он на самом деле работает быстренько все открывается пролистывается хорошие визуальные эффекты то есть никаких задержек которые сейчас что-то было во второй раз уже моментально то есть очень быстро как видите все работает пройдемся по основным моментам касательно вот этой оболочки samsung quiz очень быстренько здесь у нас несколько рабочих столов их много они пролистываются в замкнутом кольцевом таком цикле вверху есть меню быстрого доступа можно вот яркость экрана поменять автоматическая стоит режим блокировки как быстро блокируется телефон можно автоповорот включить также вайфай блютуз передача данных мобильным интернетом и включить авиарежим а также есть актошка уведомлений здесь у нас установлено как вы видите гол кейборд то есть очень такая продвинутая клавиатура можно вставлять карты памяти вот все основные моменты кстати вынесены вот на этом главном рабочем столе как вы видите здесь есть браузер причем браузер полноценный очень быстренько все работает и удобно достаточно хоть и маленький дисплей вот это клавиатура гол кейборд прикольно на самом деле поддерживает также эту ориентацию вот G-сенсор который переворачивает экранчик можно набрать кстати сайт bestandroid bestandroid.com .ua заходим на сайт кстати Google уже автоматически открылся это стартовая страничка но мы сейчас попадем на сайт именно bestandroid пожалуйста вот пат загрузилось и вот у нас на ноутбуке здесь и на телефоне в принципе то же самое вот так вот оп сенсор здесь кстати типовой так два раза можно вот так увеличить очень удобный и прикольный такой очень быстро реагирует на прикосновения дальше галерея есть для просмотра наших снимков обычная андроидовская камера камера к сожалению слабенькая ну очень хорошо она справляется с балансом белого то есть со светом но в целом снимки получаются наверное так себе что касается часы музыка настройки все обычное обычный у нас телефон здесь у нас можно набирать звонить с первой сим-карточки со второй очень удобно реализовано две кнопки звонить есть у нас история вызовов контакты и избранная что касается смс-сообщений вот эти контакты опять смс-сообщения ммс они идут у нас диалогами то есть очень можно быстро и просто как в более продвинутых версиях андроидах это реализовано посмотреть ваши сообщения переписки что-то надо искать быстро долго все классно работает предустановлены у нас уже программки facebook есть play market то есть можно устанавливать различные приложения через play market поддерживать эту функцию и вот зайдем напоследок вот в ntube benchmark посмотрим реальные характеристики уже технически этого телефона загружаясь в ntube benchmark уже тест я прошел и как вы видите набрал телефон 3250 баллов это круто для телефона стоимостью до 1000 гривен действительно и если зайти в сведения информацию можно увидеть что здесь процессор 1 гигигигерц разрешение экрана 320 на 480 Mali 30 это графический ускоритель поддерживает графику OpenGL ES 2.0 и оперативная память вот точно если до копеек 216,5 мегабайт тоже более чем достаточно для такого телефона то есть телефон реально крутой за свои деньги это классная сборка корпуса хорошая прикольная комплектация с дополнительными крышками быстрый реально быстрый процессор долго держит батарейка сделан под samsung то есть кто хочет можно говорить что это samsung case DOS без разницы никто ничего не заметит что это не samsung потому что настолько классно выполнен сам телефон он на 2 sim карточки и здесь стоит android позволяющий устанавливать различные приложения игрушки и так далее сенсор кстати тепловой и напоследок так этот телефончик выглядит вот с таким вот розовым задней крышкой с розовой задней крышкой и сейчас мы ее снимем оденем голубенькую посмотрим как с голубой он выглядит так вот у нас пазик внизу для снятия крышки задней кстати вот такой голубой прикольно смотрится тоже неплохо очень обратите внимание эти задние крышки уже идут в комплекте обычно там задние крышки стоят порядка 100 гривен на любой телефон то есть произойти или там заломывать цены у вас же в этом случае в комплекте сразу три идут голубенькая розовенькая и черненькая с покрытием soft touch то есть очень такое прикольное решение для любителей менять внешний вид своего телефона часто и мы благодарим вас за просмотр видео также подписывайтесь на наш канал и следите за новыми обзорами всего вам доброго до свидания